Здравствуйте, в студии Андрей Иванов. Вы смотрите программу «Итоги недели» о самых главных событиях минувшей семидневки. Вам расскажу я и мои коллеги. Три образовательных учреждения Иркутской области получат субсидии на развитие. Поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Деньги направят на капитальный ремонт и подготовку материально-технической базы. Среди победителей – Ангарский педагогический колледж. Они выиграли грант в размере 60 миллионов рублей. Также поддержку получат Братский торгово-технологический техникум и колледж Байкальского государственного университета. Там будут развивать так называемые образовательные кластеры. Учреждения станут тесно сотрудничать с работодателями, а также со средними школами. На 2024 год мы уже сейчас приступили к участию в формировании заявок на большие гранты. Это в первую очередь авиастроение, железная дорога и нефтяная промышленность. Попробуем на следующий год с Иркутской нефтяной компанией. Так и на малые гранты по медицине, опять-таки по торговле, по сфере услуг. Как отмечают в региональном правительстве, в рамках федерального проекта удалось привлечь в местную систему профобразования почти 400 миллионов рублей. Минувшие выходные свой профессиональный праздник отмечали сотрудники пожарной охраны. 30 апреля исполнилось 374 года со дня ее основания. В Ангарске эту дату отметили большим праздником. На одной из городских площадей огнеборцы организовали выставку пожарной техники, а также провели показательное развертывание. На мероприятии побывали наши корреспонденты. Нет ничего благороднее и почетнее, чем спасение человеческой жизни. Именно поэтому профессия пожарного по сей день привлекает подрастающее поколение. Понимая это, местные огнеборцы с удовольствием знакомят детей со зами их работы. Как надевать боевку, как разматывать рукава, как устроен отсек пожарной машины. Все это школьники могли узнать на дне рождения противопожарной службы. Сегодня в преддверии праздника 374 годовщины статня образования российской пожарной охраны Ангарский пожарно-спасательный гарнизон проводит демонстрацию пожарно-спасательной и аварийной техники, а также отработка приемов и навыков действий пожарных подразделений. За многовековую историю пожарная охрана претерпела немало реформ и испытаний, но ее главная миссия осталась неизменной. В этот день руководство местного пожарно-спасательного гарнизона отметило сотрудников ведомственными наградами, после чего огнеборцы минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Уважаемые коллеги, сотрудники, работники пожарных формирований, пожарной охраны Ангарского гарнизона, я искренне поздравляю всех с наступающим профессиональным праздником, желаю всем крепкого здоровья, вам, близким, родным. Расслабляться не приходится даже в праздник. В Сибири он выпадает на сезон лесных пожаров, и поэтому лучшим подарком для огнеборцев от горожан будет строгое соблюдение правил пожарной безопасности. Александр Вычков, Вероника Васильева, Дмитрий Новопашин. Местное время. ЧП произошло в одной из ангарских школ. Ученик принес на урок складной нож и ранил им другого ребенка. Пострадавшему удалось вовремя оказать медицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что произошло на самом деле, узнали мои коллеги. Учебный день в ангарской школе номер 31 начался как обычно. Ничего не предвещало беды. Закончился урок, дети вышли на перемену, и в какой-то момент в одной из рекреаций раздался крик о помощи. Прибежавший на зов педагог увидел школьника в луже крови. По словам очевидцев, его ранил один из учеников. Школа среагировала на эту ситуацию быстро. Была вызвана машина скорой медицинской помощи, что позволило своевременно оказать пострадавшему ребенку квалифицированную медицинскую помощь. Руководство школы от комментариев воздержалось. Однако в частной беседе директор учреждения Елена Шелковникова предположила, что инцидент имел случайный характер. Между тем, в следственном комитете сообщают, что рана была глубокой и, вероятнее всего, удар нанесли с силой. К тому же известно, что подросток пытался избавиться от ножа, разобрав его на завчасти. Сейчас он рискует отправиться под суд за покушение на убийство. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. После случившегося в телеграм-каналах сообщалось, что подозреваемый состоит на профилактическом учете. В комиссии по делам несовершеннолетних данную информацию не подтвердили. Однако пояснили, что сам факт наличия оружия у школьника должен стать основанием для того, чтобы усилить в образовательных учреждениях пропускной режим. Бдительность следует проявлять и родителям. Случилась ситуация, когда ребенок пронес, как минимум, в школу запрещенные предметы. С этой ситуацией мы уже можем работать. И по этой ситуации как раз мы и говорим о том, что в первую очередь законные представители, и как раз учителя, которые находятся рядом с ребенком, должны принимать меры к тому, чтобы такие предметы в школе не появлялись. Отметим, что по факту случившегося было возбуждено сразу два уголовных дела. Помимо старшеклассника, к ответу могут привлечь и руководство школы по статье «Халатность». Что касается пострадавшего ребенка, то сейчас он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Наталья Хмелева, Раиса Сальникова, Дмитрий Новопашин, Александр Черник. Местное время. А теперь к позитивным новостям. Пронесли любовь сквозь годы и приумножили ее. Ангарский музей часов стал территорией счастливого брака. В торжественной обстановке там отметили серебряную, золотую и бриллиантовую свадьбу. В чем же секрет супружеского долголетия? Ответ в нашем сюжете. Будьте с этим счастьем всю свою жизнь. Мы вас поздравляем. Этот день Анатолий и Дарья Зеленко запомнят на всю жизнь. В музее часов родилась их семья. Торжественная церемония проходила в присутствии трех пар юбиляров. Ангарчане стали образцом того, как нужно строить гармоничную и крепкую семью на долгие годы. Такой стаж, такая любовь, такой позитив, и вы бесконечно счастливы. Поэтому я вам желаю счастливыми, чтобы ваши детки, внуки, чтобы вас, правнуки, носили на руках. Истинная любовь, как золото, никогда не тускнеет и с годами становится еще ценнее. Так Виталий Васильевич и Любовь Петровна Пыхтуновы в этом году отметили золотую свадьбу. Их познакомили общие друзья еще в дальней юности. Юбиляры признаются, это была любовь с первого взгляда. А уже на третьем свидании Виталий признался в своих чувствах студентки педагогического института. Сейчас на банальный вопрос о секрете семейного долголетия отвечают, что главное – это откровенность и взаимное уважение. Также крепости брачным узам придают воспоминания о первой встрече. Их супруги хранят бережно. Приехала на свадьбу в их село. Встретились во время свадьбы подруги и сразу потянулись наши сердца друг к другу. Проблемы ждут всех, но надо уметь прощать и уступать. Все будет хорошо. Такие нечасто происходят мероприятия, чтобы сошлись сразу четыре поколения, скажем так. Но очень здорово, что это прошло здесь, на территории музея часов. И под девизом «Счастливые часов не наблюдают». И когда мы говорим о секрете семейного счастья, очень многие люди говорят, жизнь пролетела как один миг, мы ее не заметили. «Счастливые часов не наблюдают». Именно так называется совместный проект Ангарского городского музея и местного отдела ЗАГС. В торжественной обстановке юбилея и совместной жизни отметили сразу три пары. Поздравить супругов пришли дети, внуки, родные и друзья, а также первые лица округа. В рамках церемонии супруги поставили свои подписи в почетные книги. А по окончании мероприятия работники музея часов подготовили для гостей интересную развлекательную программу, где рассказали о свадебных традициях в разных странах мира. Мария Константинова, Оксана Крикунова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Между тем, в Госдуме предложили материально поощрять супругов за долгий и крепкий брак. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на одну из парламентских партий. По задумке авторов инициативы, вознаграждение предусмотрят для тех, кто находится в браке более 20 лет. Предполагается, что каждому супругу будут выплачивать по 20 тысяч рублей по случаю юбилейных дат. Отметим, что аналогичное пособие уже существует в ряде регионов России. Эхо войны в памяти народной. Патриотическую акцию с таким названием в преддверии Дня Победы организовал Иркутский областной совет женщин. Она проходит в формате автопробега. Маршрут протянется из Иркутска и до поселка Белореченский. Принимают участие общественные организации Иркутской области, ну и военно-патриотические организации в основном. Примерно от 25 до 30 автомобилей. Такой автопробег проводят как минимум уже третий год. Вот, по словам организаторов, его смысл в сохранении исторической памяти о героических подвигах красноармейцев. Сохранять историческую память, прививать патриотизм, воспитывать подрастающие поколения, притворять в жизнь множество самых разных проектов успешно получается у нашего сегодняшнего гостя. Рад приветствовать в студии председателя общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ангарского городского округа Александра Бондарчука. Здравия желаю, товарищ полковник. Добрый день. Александр Николаевич, с наступающим у вас праздником, великим праздником, 9 мая. Как офицер, будучи когда вы служили и как сейчас, вот как вы отмечаете этот праздник? Что он для вас? Ну, праздник, конечно же, 9 мая – это самый святой в жизни, в семье каждого россиянина. Ну, нет такой семьи, где кто бы кто-то не воевал, кто не защищал нашу Родину. Поэтому праздник и сейчас в моей семье – это такой же святой, как было раньше. Ну, и отличалось только тем, что когда я служил, находился в строю, то у нас, конечно, было утром это построение всегда. Торжественное построение. Торжественное построение, вот. Ну, смотрев, в каком гарнизоне служил, ну, в основном это были маленькие гарнизоны, поэтому все было в масштабе гарнизона, проводились мероприятия, парад, вот, концерты в обязательном порядке, награждения лучших из лучших. Вот, потому что, ну, и в те времена тоже было, как говорится, неспокойно, и ездили также в командировки, вот, и в 80-е годы, и в 90-е годы. Но праздник этот отменить не можно. Ну, праздник этот невозможно было отменить, да, это было, ну, то есть мы все равно собирались своим коллективом во главе с командиром полка, все равно это было наркомовские, вот, сто грамм, это было, ну, это святое. Вот, как учил меня отец, как учил мой дед. Вот, ну, сейчас немножко по-другому, потому что, как бы, не в строю, вот, но все равно мы собираемся где-то. Но вы сейчас вообще на расхват, вот, перед праздником и в сам праздник, у вас же чуть ли не каждая школа, там, детские сады, любая общественная организация, все, вот, вы всем нужны. Почему так? Нет, ну, это так оно и должно быть, наверное, потому что, да, воспринимать, пока у нас есть сила, пока мы что-то можем довести до молодого поколения, вот, потому что, ну, действительно так оно и есть. Вот сегодня был в четвертой школе, был концерт. Вот какой ребятишки своими силами, вот, от мала до велика, с первоклассники, там, выпускники школы, какой они концерт организовали? Слезу прошибает? Прошибает. А вышли потом в конце все, у кого были портреты своих прадедов, вышли в составе бессмертного полка на сцену, но это дорогого стоит. Поэтому ради этого, кажется, и на расхват, да, ради этого и хочется ехать, и в школы, и в детские сады, потому что, ну, нельзя упускать молодежь. Молодежь должна чувствовать. Вы сейчас сказали про такой локальный бессмертный полк, ну, вы же знаете, что в стране в этом году массовое шествие отменено. Как вы к этому относитесь? Ну, я как человек, в общем-то, военный, да, я отношусь это с пониманием. Вот, прекрасно понимаем, потому что обстановка сейчас, вы сами понимаете, неспокойная в мире, и, ну, хватает тех, которые, недругов хватает, в том числе и в нашем государстве. То есть это сделано в целях безопасности, чтобы все это было понятно. Конечно, прежде всего, прежде всего, потому что где массовое скопление, особенно гражданского населения, женщины, дети, это все привлекает, ну, наших, как говорится, «друзей», в кавычках. Вот, поэтому это сделано все в целом. Я думаю, что наши зрители тоже должны понимать, что антитеррористическая защищенность – это самое важное. Самое важное, и люди старшего поколения непрекрасно помнят те 90-е годы, когда это было, вот, и в крупных городах, и не только в крупных городах, да, поэтому надо, ну, как говорится, своими силами, там, в составе школы, детского сада все это проводить, там, ну, сейчас есть возможность, да, и поставить и в окнах, и в автомобиле, там, я смотрел даже уже, есть у нас футболки, кто-то вот недавно совершенно футболку… Деда своего, прадеда, ну, правильно, есть разные механизмы. Да, ну, кто во что город, потому что память – это все равно мы же будем помнить вот о этих людях, о этих наших, действительно, родных людях, которые принесли нам и свободу, и независимость, и мы будем всегда передавать из поколения в поколение вот эту память. Ну что ж, я думаю, Александр Николаевич, мы с вами обязательно увидимся 9 мая, наверняка, на площади, может быть, где-то еще в других местах, потому что это такой насыщенный вангарский день, порядка 23 мероприятий масштабных таких будет проводиться, поэтому спасибо, что нашли время, сейчас к нам пришли, и с наступающим праздником. Всех с наступающим праздником, да, спасибо огромное. Ну, пользуясь случаем, да, хочу поздравить всех с наступающим праздником, с этим самым святым праздником в жизни каждого россиянина. Пожелать всем здоровья, счастья, удачи, но самое главное – мирного неба над головой. Спасибо. Спасибо нашему гостю. У нас в студии был председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ангарского городского округа Александр Бондарчук. А теперь к другим темам. Когда в дом стучится беда, нужно не опускать руки, а искать помощь и идти к цели. Так и сделала ангарская семья малых. В прошлом году Юрий получил серьезную травму и оказался полностью парализован. Крик о помощи вызвал отклик в сердцах тысяч зрителей телеканала «Актис». С вашей помощью удалось собрать необходимую сумму. Мужчина прошел курс реабилитации. Сегодня он готов поблагодарить всех, кто не остался равнодушным. Репортаж Марии Константиновой. Март прошлого года. У ангарчан настоящее горе. После серьезной травмы глава семьи Юрий Малых оказался прикованным к больничной кровати. На реабилитацию требовалась немалая сумма. После выхода нашего сюжета в эфир помощь пришла из разных уголков страны. Мы хотели поблагодарить всех неравнодушных, кто откликнулся. Откликнулось очень много людей. Очень. И с работы коллеги, и с предыдущей работы коллеги, и Юрина руководство тоже нам помогало. То есть до того, как мы уехали, они инструктора оплачивали, нам все помогали. И люди, которых мы вообще не знаем, то есть вообще с других городов, с других областей присылали вообще разные суммы. Мы очень благодарны им. Вот так Юрий выглядит сегодня. Бодрый, весел, в глазах надежды на будущее, в руках уверенность. Это кадры из Московского реабилитационного центра преодоления. На лечение требовалось более 450 тысяч рублей. Как признается Евгения, 80% необходимой суммы собрали благодаря помощи неравнодушных людей. Говорят, что динамика хорошая. Как бы никто не говорит о том, что восстановится, полностью не восстановится. Но говорят, что сдвиги очень хорошие, то есть положительная динамика есть. Все замечательно. Я сейчас занимаюсь даже дома, могу ехать к шведской стенке, сам упереться коленями и стать самостоятельным даже. Занимаюсь на параподиями, хожу на нем. Глава семьи Малых постепенно встает на ноги. Учатся заново ходить. Юрий откровенно признается в своих успехах. Самостоятельно принимает пищу, а вот одеваться и перемещаться из коляски на кровать еще помогает любящая супруга. Их семью не сломила беда, а, пожалуй, только укрепила союз. А вера в доброту людей помогла пережить сложный период жизни. Но ангарчанин не останавливается на достигнутом. Впереди еще усиленные тренировки и реабилитация. У Юрия и Евгении появилась новая мечта – в ближайшее время отправиться в семейное путешествие. Мария Константинова, Александр Черник. Местное время. В Ангарске проходит региональный этап международного фестиваля «Лакобол-2023». Ежегодно его проводят во всех регионах страны. За путевку в финал борются более 40 тысяч футболистов. За баталиями на стадионе «Ангара» наблюдала наша съемочная группа. Успеха в спорте добивается тот, кто искренне его любит и готов усердно тренироваться. А еще очень важно иметь возможность заявить о себе. «Лакобол» – один из турниров, на котором юные футболисты могут проявить свои футбольные навыки, показать достойную игру и получить дорогу в высшую лигу. Ежегодно в фестивале «Лакобол» принимают участие около трех тысяч футбольных команд. Это около 45 тысяч мальчишек и девчонок. На ангарских полях за победу поборются 35 коллективов со всей Иркутской области. Среди претендентов на кубок – местный клуб «Атлетик». В последние два года город «Нефтехимиков» стал одной из главных локаций для масштабных футбольных турниров. Здесь для этого есть все условия. Дети соревнуются на полях спортивных школ «Ангара» и «Сибиряк». Торжественная церемония открытия фестиваля прошла на центральном стадионе города. Столько молодых ребят собралось в нашем городе продемонстрировать свое умение, мастерство и достойно победить. Ангарск – город, рожденный победой. Ангарск – город победителей. Я желаю вам в этом турнире достойных результатов. Желаю вам дальнейших побед. И, конечно же, защищать честь нашей области уже на более высоком уровне в таком достойном турнире. Победители регионального этапа получат право представить Иркутскую область на турнирах в Железногорске и в Барнауле. Они запланированы на июнь. Егор Сорокин, Дмитрий Новопашин, Александр Черник. Местное время. Ангарские спортсмены завоевали 4 награды на первенстве России по тайскому боксу. Соревнования проходили в Выборге Ленинградской области. В поединках участвовали более 500 спортсменов из 50 регионов страны. В составе сборной при Ангаре выступали 10 юношей и девушек. Наилучший результат показала ангарчанка Ксения Степанова. Она завоевала золотую медаль весовой категории до 38 килограммов. Алексей Ерофеев взял серебро, а на третью ступень пьедестала поднялись Дмитрий Пархомцев и Эвелина Васильева. Это были итоги недели. Смотрите нас на сайте actistv.ru и подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. С вами мы увидимся 9 мая в 13.00. Не пропустите специальный праздничный выпуск новостей в прямом эфире. Всего вам доброго. До встречи.